Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами поговорим о том, какие секреты скрывают бумажки с портретами мертвых президентов. Всем ясно и понятно, что совершенно каждый из вас, кто смотрит данное видео, мечтает о деньгах. Он хочет как можно больше-больше-больше денег, ездить на крутых тачках, ходить в казино, путешествовать и так далее. Но не все знают секреты денег. Да, деньги — это живой организм, который требует ухода. Так же, как вы заведете собачку или будете хотеть завести собачку, уже будете заранее читать, как за ней ухаживать. То же самое с деньгами. Вы должны знать, как за ними ухаживать и что с ними делать, чтобы они приносили еще больше денег. Один из самых главных секретов — избавьтесь от долгов, кредитов, ипотек и так далее. Это первая ваша главная задача. Прямо напишите у себя на листочке. «Я избавился от долгов и ипотеки, я свободный человек». Каждый кредит, каждый долг, который на вас висит — это петля на шее. И когда вы занимаете еще рубль, еще рубль, эта петля еще больше, больше и больше затягивается. Вы никогда не будете себя чувствовать счастливым, свободным, если у вас будет хоть один малейший, маленький просто долг в 100 рублей. Очевидно, да. Ну и деньги этого очень не любят. Просто никогда не берите кредиты. Даже если вам очень нужно, пошевелите мозгами, придумайте, как заработать эти деньги. Кредиты можно брать только в том случае, если у вас эти деньги есть. То есть, если вы точно знаете, как вы отдадите этот кредит. Не с будущей прибыли, не с того, что вам кто-то там должен вернуть долг. А именно, если у вас есть эти деньги, ну какая-то вот там безвыходная ситуация, вы с собой их не взяли, взяли, у кого-то одолжили, вечером обратно перевели. Из этого вытекает сразу второй пункт. «Никогда не давайте в долг и не берите». Когда вы даете в долг, я вам говорю, как человек с большим опытом в этом, я раньше, когда начала зарабатывать, я всем «на, на, что 100 тысяч, держи, еще 100 тысяч, держи, еще 500 тысяч, держи». Я вот так вот ходила и раскидывалась деньгами. Типа все, кто ко мне подходили, даже малознакомые люди, 5 тысяч, держи. Вернули долг день в день, когда должны были, 10% от всех занимающих. Некоторые до сих пор не вернули, некоторые вернули с большим запозданием, частями и так далее. То есть не давайте в долг, так же, как и не берите. Вдруг у вас что-то накроется, и вы не сможете отдать этот долг. Придумайте способ, пошевелите мозгами, как не влезать в эту яму долговую. Следующий секрет – отношение к деньгам. Те люди, которые говорят «деньги зло, они портят людей» и так далее, они никогда не станут богатыми. Просто никогда. Если вы их любите, если вам нравится запах, вот я кайфую от запаха долларов. Мне не нравится там, не так нравится запах евро, не так нравится запах рублей, как запах долларов. Я кайфую, когда я держу их в руках, я прям наслаждаюсь этим моментом. Да, это просто бумажки ничего не стоящие, но я так люблю деньги. И вы, чтобы они к вам тянулись, вы должны их любить. Как я сказала ранее, вот за деньгами надо ухаживать. Вот в них есть душа. Если они будут чувствовать, что вы тянетесь к ним, они будут тянуться к вам. Как бы парадоксально это ни звучало, но это реально так. Все люди в моем окружении, которые любят деньги, которые говорят об этом открыто, что они любят деньги, что они любят их тратить даже. Все люди имеют по нескольку источников дохода, причем вот ни сфига. То есть человек работает на официальной работе, и в течение месяца, каждого месяца, в течение года у него появляются какие-то варианты заработать. То есть деньги нужно прям вот хотеть, чтобы они у вас были, прям вот любить их всей душой и верить, что у вас может быть неограниченное количество этих бумажек. Во всем мире очень много денег, очень много, хватит просто всем. Но у кого-то есть миллионы, у кого-то не хватает на еду. Кто-то всегда будет обладать богатством и властью, а кто-то ничем. Дальше, следующий секрет, деньги приносят деньги. Сто процентов у каждого было такое, когда у вас все шикарно, у вас все приходит, 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 вы не успеваете их тратить, у вас все хорошо, потом наступает момент, щелчочек, и у вас ничего нет. И вы не знаете, откуда взять деньги, потому что у вас их нет. Это ужасно, ужасно! Недавно у меня было видео про money management в жизни, это вот как раз таки о том, что если вы умеете откладывать, если у вас есть всегда какой-то капитал, то он всегда будет притягивать еще больше денег. Деньги это магнит. Очень важно правильно их хранить, правильно их носить. Но это уже немножко в сторону фэншу, и честно говоря, я это соблюдаю уже несколько лет, и мне это помогает и работает. У меня кошелек красного цвета, там по фэншу именно вот, у меня знак огня, поэтому у меня должен быть красный. Почитайте по фэншу, какого цвета кошелек, почитайте, как их хранить в темном месте. Если вы храните наличку, то обязательно в темном месте, чтобы никто об этом не знал. Доллары с долларами, евро с евро, рубли с рублями, там тенге с тенге, драмы с драмами и так далее. То есть у вас каждая валюта должна лежать отдельно, у вас они не должны лежать вперемешку, они должны лежать аккуратно, и чтобы у них не было дискомфорта. Да, возможно, я сейчас говорю как сумасшедший человек для кого-то, но вы попробуйте, будете приятно удивлены. Это правда, а я видела. Следующий секрет, который в целом-то не секрет, о котором я говорила много раз. Деньги — это инструмент. То есть есть люди, которые к деньгам относятся так, что пойти что-то купить, а есть те люди, которые к деньгам относятся как к инструменту. Знаете, мне тут вспоминается такая история, тоже в школе на уроке русского языка нам сказали писать сочинение, и там что-то была проблема в том, что счастье не в деньгах, все такое. Счастье не в деньгах, но без денег счастливым не стать. Вы каждое утро просыпаетесь, вам нужно почистить зубы зубной пастой, зубная паста стоит денег. Вам нужно в ванной включить свет и воду, свет и вода стоят денег. Вам нужно выйти из дома, не знаю, сесть либо в машину, либо на маршрутку, это все стоит денег. Каждое ваше движение в жизни стоит денег, поэтому нельзя утверждать, что не в деньгах счастье. Это одна из составляющих счастья. Да, если вы будете иметь миллионы, миллиарды, но не будете иметь там каких-то других ценностей, в этом случае да. А когда вы имеете любимого человека, хорошую, добрую, любящую семью, все имеете, но у вас нет денег, вы не будете счастливым. Как бы есть пословица типа, смелым и рай в шалаше, нифига, почему бедные люди такие злые? Почему люди, которые живут вот как раз таки в шалаше, почему они такие злые, почему они ругаются? Кто-то мне скажет, что не так? Да не согласна я с вами, что не так. Все бедные люди ругаются, у всех бедных людей дома ежедневные скандалы и так далее. Вот, вернемся немножко к нашему секрету, деньги это инструмент. То есть, как все всегда говорят, нужно вкладывать не в пассивы, а в активы то, что будет вам приносить доход, хотя бы пытаться вкладывать. У вас не должно быть целью там выиграть в лотерею 5 миллионов. Почему все люди, которые выигрывали в лотерею, они очень быстро все тратили и все, и потом жили еще хуже, чем до этого? Потому что у них как раз таки вот этих знаний нет, потому что они относились к деньгам как к какой-то вещи, именно чтобы обменять на другую какую-то вещь. Взять эти бумажки, обменять там на колонки, взять эти бумажки, обменять там на еще какую-нибудь ненужную фигню, чтобы перед друзьями понтануться. Нужно искать вот лазейки, нужно искать варианты, куда вложить эти деньги, чтобы они принесли еще больше денег. Ну и заключительный секрет, но это лично по моему субъективному мнению, это визуализация. Также, как и во всех сферах жизни, вам нужно уметь визуализировать, вам нужно представлять, что у вас есть эти деньги. Вам нужно писать цели, что у меня есть 10 миллионов долларов, и все время к этому стремиться. Не ставьте у себя в главе никаких рамок, рамок не существует. Сколько вы захотите, столько вы заработаете. Вопрос сроков и вопрос ваших действий. Это чертовски верно. С самого детства я рассуждаю, что можно зарабатывать столько, сколько тебе хочется. С момента, как я переехала в Москву, в принципе, все, что я хочу, я покупаю. Я не скажу, что я мега там богатая, что у меня миллионы из карманов торчат, нет. Но все, в чем я нуждаюсь, все какие-то мои просто хотелки, там, купить еще одну машину или еще что-то, все это я получаю, потому что я соблюдаю все законы денег. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем огромного профита, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok